Хельсинки за три дня. Чем зимняя война между СССР и Финляндией в 1939 году так напоминает российско-украинскую? Суперкары для президентов и диктаторов. У кого круче тачка? У Байдена или Путина? И какую грязную тайну скрывает личное авто Ким Чин Ына? Это исторические факты. Мы рассказываем, что на самом деле из себя представляет русский мир. Здравствуйте. Ровно 85 лет назад, 30 ноября 1939, Красная Армия вторглась в Финляндию. Кремль рассчитывал, что для полумиллионной орды это будет легкая прогулка. Соратники Сталина даже планировали отпраздновать день рождения кровавого диктатора в Хельсинки буквально через несколько недель. Знаете, что самое поразительное, когда читаешь о тех событиях? Такое ощущение, что описывается нынешняя российско-украинская война. И вот вам исторические факты от Константина Павлова. Специальная военная операция в Финляндии. Я не знаю, есть ли финские мины, но я точно знаю, что есть минские финны. Война, о которой Советский Союз очень хотел забыть. Колонну оккупантов разрезали на шесть частей и далее участь была предрешена. Как маленькая страна сражалась за свою независимость? Уровень военной подготовки финского общества, если мы сравниваем с собой, был значительно лучшим. И что общего у зимней войны 1939 года и полномасштабным вторжением в Украину? Август 1939. В Москве нарком иностранных дел СССР Молотов и глава немецкого МИДа Риббентроп подписывают секретные протоколы к договору о ненападении. Согласно этому пакту, страны Балтии и Финляндия оказываются в зоне влияния Москвы. Это предвестник оккупации. Местное население и вообще само финское государство в принципе понимали, что может случиться. Сталин требует от Финляндии демилитаризации, а еще создать санитарную зону. СССР хотел отодвинуть границу от Ленинграда, хотел получить контроль над Выборгом и побережьем Финского залива. Финны ожидаемо отказываются. Москва начинает массовую пиар-кампанию будущей войны. Принимай на Суоми красавица. Эти слова из пропагандистской песни, написанной как раз перед вторжением в Суоми. Так звучит название страны на финском. Песенка, которая возникла в те времена, была написана Советским Союзом о том, чтобы Суоми красавица открывала свои ворота советским танкам. Ничего не напоминает? Нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. В газете «Правда» появляется уничижительная статья в адрес премьер-министра Финляндии. А финнов начинают называть фашистами. Для финнов, скажем так, был собственный термин. Они были белофинами или финскими фашистами. Красная армия перемещается ближе к финской границе. Официальный повод – учение. 26 ноября провокации переходят в финальную фазу. Историки назвали ее майнильским инцидентом. Наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии, около села Майнила, были неожиданно обстреляны с финской территорией артиллерийским огнем. В результате чего убито трое рядовых и один младший командир. По одной из версий, 68-й полк Красной армии обстреляло секретное подразделение НКВД. По другой, обстрела вообще не было. Советы отказываются пустить на место преступления финскую сторону. Лига наций, тогдашний аналог нынешней ООН, высказывает озабоченность. Какая бы реакция международного сообщества ни была, это абсолютно не остановило бы советское наступление. 30 ноября 1939 года Кремль начинает спецоперацию. Полномасштабное вторжение там называют оборонительной войной СССР против агрессии буржуазной Финляндии. Накануне войны нарком иностранных дел Молотов заявляет. Финны нам ничего не сделают, это же все равно, что бить жену, что не слушается мужа. Прошло 85 лет и обратите внимание, что говорит диктатор Путин об Украине. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, делешь имущество. Дело иногда доходит и до драки. Молотов не представляет, насколько кровавой будет драка. Через 20 дней он собирается праздновать день рождения Сталина в столице Финляндии. Молотов сказал, что скоро будет есть мороженое в Финляндии, пить коктейль в Хельсинки. Но финны отвечают, нет молотов. Она такая очень боевая, задорная. И если ее до сегодняшнего дня знают, и просмотров хватает. И в Финляндии все знают, что такое песня «Нет молотов». Эта задорная финская песня несколько напоминает украинскую народную. Чуть позже мы расскажем, как защитники Финляндии досыто напоят коктейлями Молотова армию Сталина. А пока о соотношениях сил перед вторжением. Красная армия – почти полмиллиона солдат. Финны – 250 тысяч. Артиллерия СССР – почти 3000 единиц. В Финляндии – около 500. Самолеты – 2500 против 270. Танков у Советского Союза в 90 раз больше. Как же остановить такую армаду? Они использовали то, что их солдат оказывался в несколько раз эффективнее, чем советский солдат в таких условиях. 30 ноября. В 8 часов утра сталинские войска получают приказ перейти советско-финскую границу. В Москве не ожидают отпора и рассматривают компанию как прогулку. В стиле «Хельсинки за три дня». Советские самолеты бомбят столицу. Конечно, ПВО ФИДом его очень не хватало в то время. Неимоверно не хватало. Им постоянно бомбардировали «Хельсинки». Параллельно с военными действиями Кремль начинает легитимизировать свое вторжение. Создается так называемая «Финская демократическая республика». Правда, признают ее только СССР, Тувинская народная республика и Монголия. А вот с набором в создаваемую финскую народную армию у советского правительства проблема. В захваченной части Финляндии практически нет финнов. И нового варианта, как эвакуация приграничных районов, не было. Финны были вынуждены оставить просто огромные территории. Чтобы создать войско, хоть сколько-нибудь похожее на финское, в народную армию начинают набирать светловолосых белорусов. Была даже такая поговорка в то время. Я не знаю, есть ли финские мины, но я точно знаю, что есть минские финны, то бишь их называли, пытались выдать белорусов за финнов. Финская народная армия всю войну просидела в тылу, чего не скажешь о других подразделениях Красной армии. Для них ожидаемая легкая прогулка по финской земле превратилась в ледяной ад. Густые леса, все усыпано снегом, температура минус 40. Финская природа очень интересная, для каких-то бронетанковых атак совсем не подходящая. Уничтожение 44-й дивизии имени Щерса тому доказательство. На Раадскую дорогу вышли около 17 тысяч красноармейцев. Именно по такой дороге шла 44-я дивизия. Колонна растянулась на 20 километров, а ширина дороги всего 4 метра. Бронетехнике некуда деваться. Финны выставили заслон на пути колонны. А потом начали наносить удары с флангов лыжными летучими отрядами. Колонну оккупантов разрезали на 6 частей. И далее ее участь была предрешена. В ход пошли и пистолеты, пулеметы Суоми, и гранаты, и коктейли Молотова. Хотя правильнее их называть коктейли для Молотова. После того, как наркоп иностранных дел заявил, что сбрасывает на Хельсинки не бомбы, а хлебные корзины. Финны решили сделать ему такой коктейль. И то ли он коктейль Молотова, то ли для Молотова, это уже неизвестно. Тогда на Радской дороге финны уничтожили около 9 тысяч оккупантов. При том, что их собственные потери составили около 400 человек. 1300 красноармейцев попали в плен. Те, кто выжил, попытались отступать. Но их догонял убийственный мороз. Климатичные условия были такими, что ночью огромное число красноармейцев просто замерзало. Красная армия была совершенно не готова к зимнему походу. Ее обмундирование демисезонное. Ведь взять Хельсинки Кремль планировал максимум за 20 дней. А противостояли им хорошо обученные, привыкшие к морозу и прекрасно знающие местность финны. Группы финские, боевые группы, они были значительно меньше, чем советские. Но они были более подвижными, они использовали лыжи. И это просто те финны, которые там выросли, которые знали, как со всем этим разобраться. Огромный вклад в разгром советских оккупантов внесли финские снайперы. Большинство из них до войны были обычными охотниками. Нельзя сказать, что они решили судьбу войны. Но их вклад в то, чтобы сдержать советское наступление и создать серьезные проблемы наступающим советским войскам, не оспорим. Именно снайперов красноармейцы боялись, как огня. Финны стремительно добирались до огневой позиции на лыжах, а благодаря белым маск-халатам были практически невидимы на снегу. Плюс точность стрельбы. Растянуть их коммуникации с помощью снайперов, уничтожить сначала офицерский состав, а потом постепенно методично лишать эти советские части обеспечения. Легендой страшилкой для красноармейцев стали кукушки. Так они называли снайперов, засевших на деревьях. Окупанты верили, что они, не слезая, сидят там круглосуточно по нескольку дней. Сидеть на дереве в то время, когда мороз 20-30 градусов, это очень трудно. Поэтому те, кто залезал на деревья, они слезали, они менялись местами, они грелись где-то в блиндажах. Это самый известный снайпер той войны – Симо Хайха. Финны называли его «волшебный стрелок», а советские оккупанты – «белая смерть». Хайха выходил на охоту рано утром. Брал с собой несколько гранат, полсотни патронов и винтовку. Работал без оптического прицела. Окупанты, одетые в темно-серое обмундирование, на снегу были прекрасной мишенью. Особенности снайперского огня, особенности его подготовки. И, скажем так, советские солдаты не понимали, где они оказались. И фактически это и привело к такой результативности. На счету белосмерти 542 подтвержденные цели. А некоторые источники говорят о семи сотнях. После войны легендарного снайпера наградили четвертым по счету серебряным крестом коллы. Первые три получил главнокомандующий силами обороны Финляндии маршал Маннергейм. Линия Маннергейма. Система укреплений длиной 136 километров. Ее начали строить практически сразу же после обретения Финляндии независимости от царской России. Финны уже тогда понимали, что с таким соседом нужно быть на стороже. Они строились на протяжении нескольких лет, можно сказать. На протяжении двух десятилетий. И они были очень хорошо встроены в местность. Это ДОТ номер 418 линии обороны Киева. Именно такими были укрепления линии Маннергейма первого поколения. А вот второе поколение называли ДОТами-миллионниками, поскольку каждый из них стоил больше миллиона марок. Этот фильм снят уже после Зимней войны и оккупации этих земель. Послушайте, с какой завистью диктор рассказывает о комфортабельных финских ДОТах. В одном из них мы видим даже пианино. Был водопровод, упорные кухни, в некоторых даже центральное топление. Всюду электричество. Обитатели устроились со всеми удобствами. Но, пожалуй, главной особенностью ДОТа-миллионника была его маскировка. Финны заваливали фронтальную амбразуру валунами, а на крышу падал снег. Поэтому советские оккупанты обнаруживали укрепления уже когда проходили мимо него. Тут-то финны и открывали огонь изо всех боковых амбразур. В советских пропагандистских фильмах линию Маннергейма называют неприступной. Это преувеличенная история с советской стороны. Советскому Союзу нужно было чем-то оправдать свои поражения. На самом деле это абсолютно обычная линия ДОТов. Ничем она не выделялась. Тем не менее, именно линия Маннергейма сдерживала два месяца полумиллионную сталинскую армию. А что же мировое сообщество? Обеспокоенность или реальная военная помощь? Ведь Финляндия полагалась на Лигу наций, которая должна была гарантировать коллективную безопасность. Никакая Лига наций их не защитила. В конце концов, хоть немного помогла активность союзников – Великобритании и Франции. Немного, но недостаточно. Шведы отправили 12 тысяч добровольцев. Американцы передали 44 истребителя. Но они прилетели уже после окончания войны. И военная помощь, техническая, и помощь контингентам – она оставляла желать лучшего. Давайте будем абсолютно откровенными. Фактически, финны бились с СССР один на один. Помощь была, но не была решающей. Промедление союзников позволило Кремлю начать второй этап вторжения. Ставка Сталина поняла, что мясные штурмы на полностью пристрелянной территории безуспешны. Тяжелая артиллерия 10 дней равняет землей линию Маннергейма, в том числе доты-миллионники. Прямой наводкой они били по этим дотам-миллионникам. Довольно много удавалось. Ну, если не полностью разрушить, то сделать такими, что использовать их для обороны невозможно. После артиллерии в бой за красавицу Суоми идут уже 760 тысяч советских оккупантов. Маннергейму приходится выбирать – переговоры или призрак оккупации всей страны. Он выбирает первое. Спасает Суоми от полной оккупации лишь страх Сталина, что Великобритания и Франция вступят в войну на стороне Финляндии. Советский Союз просто побоялся. Он увидел, что финны настолько мощно громят советские войска. А если к ним присоединятся еще и французы, которые имели очень хороший военный имидж после Первой мировой войны, и Сталин просто испугался. Испугался, но Красная Армия свои выводы сделала. Красноармейцы научились ходить на лыжах, вместо буденовок солдатам выдали шапки-ушанки и пошили белый маск-халаты. Тем не менее, провал в Зимней войне ударил по имиджу Красной Армии как непобедимой. Немцы, когда начинали свою агрессию против СССР, изучали опыт финской войны. И видели, что советская армия разбегается. Можно сказать, что своей военной слабостью СССР немного даже спровоцировал Гитлера. По итогам Зимней войны Финляндия потеряла 10% своей территории и пятую часть промышленности, но осталась независимой. Та часть Финляндии, которая не была оккупирована советской агрессией, считала, что это довольно-таки приемлемая цена. А люди, которые там прожили всю свою жизнь и были вынуждены покинуть родину, считали, что финская власть их не то чтобы предала, скажем так, не учла их интересы. Сразу же после полномасштабного вторжения в Украину Финляндия срочно подала заявку в НАТО, хотя отказывалась туда вступать и в годы Холодной войны, и после развала СССР. Чем была вызвана такая поспешность? В 2022-м финны испытали дежавю. События 1939 года оживали на их глазах, ведь Москва действовала по лекалам Зимней войны. А значит, предсказать, как могут развиваться события дальше, для Хельсинки не составило труда. Ведь предыдущий «собиратель земель» вторгся в их страну не для того, чтобы откусить себе немного территории. Планы у кремлевского диктатора были куда масштабнее. Константин Павлов. Исторические факты. Специально для телеканала «Фридом». Пока Дональд Трамп готовится к инаугурации, секретная служба готовит для нового хозяина Белого дома новый лимузин. Это американская традиция. Каждый следующий президент пересаживается на более продвинутую версию главного автомобиля Америки. Хотя, глядя на суперкар Джо Байдена, поневоле думаешь, ну куда уж круче. Чего там только нет. А что же у других? На чем передвигаются британские монархи, президент Франции и диктаторы, такие как Путин или Ким Чен Ын. Их автомобили, в отличие от президентов демократических стран, имеют свои особенности. И вот вам исторические факты. Суперкары для президентов. На чем ездят лидеры свободного мира и диктаторы? Это вопрос национального престижа. У кого авто круче? У Байдена или Путина? Это тайна за семью печатями. Как выглядит настоящий королевский транспорт? Это звездное небо. И какую грязную тайну хранит личный лимузин северокорейского диктатора? Они роскошны, суперзащищены и созданы с единственной целью – перевозить тело номер один. Ну и среди них есть свои фавориты, как вот самый засекреченный и технически защищенный автомобиль в мире – зверь. Именно такое прозвище имеет уникальный президентский лимузин Джозефа Байдена. А вот личная колесница российского диктатора Путина – это Аурус Сенат. У кого более навороченный транспорт? У российского диктатора или лидера свободного мира? Сейчас все покажем. Этот автомобиль по праву называют крепостью на колесах. По американской традиции президент после прихода к власти получает один из самых совершенных автомобилей. Каждый автомобиль под американского президента производится индивидуально. Каждый новый президент пересаживается на новые, более, скажем так, усовершенствованные модели. Но что же уникального в главном автомобиле США? Первое и главное – его защита. Зверь – настоящий бункер на колесах. Он защитит американского лидера даже от радиационной, бактериологической или химической атаки. А еще авто в буквальном смысле останавливает пули благодаря сверхмощной броне толщиной 20 сантиметров из стали и керамики. Одна только дверца этого автомобиля весит столько же, сколько у самолета Boeing 757. Добавьте сюда камеры ночного видения и пушку со слезоточивым газом. Впрочем, и это еще не все тайны зверя. Салон машины полностью герметичен и имеет автономную подачу кислорода. Есть даже системы пожаротушения. И еще одна фишка – в салоне есть запас крови для президента и даже дефибриллятор. Кортежи президента США не одно, а сразу два таких чуда инженерии. Это поможет, если одно авто выйдет из строя, а также ведет в заблуждение потенциальных нападающих. Ведь никто не знает, в какой именно машине едет Джо Байден. И хотя большинство технических характеристик главного автомобиля США хранится в тайне, часть из них все же стала известна общественности. Чего не скажешь о президентском транспорте российского диктатора. Аурус Сенат – авто, которое создали специально для Путина. У обитателей Кремля есть точка зрения, что если людям не показывать вот эти вот символы власти, то они перестанут ее уважать, перестанут ее бояться и, соответственно, могут ее свернуть. Несмотря на невиданную секретность, кое-что о главном автомобиле Кремля все же известно. Его броня имеет высшую степень защиты, мощнее разве что в танке. Машина Путина также может находиться под водой более трех часов. При этом все системы способны работать в штатном режиме. Салон напоминает скорее роскошный кремлевский кабинет со всеми атрибутами президентской власти. Не менее интересная и таинственная история, как обеспечивают охрану автомобиля Владимира Путина. За это отвечает Федеральная служба охраны. Ее деятельность – государственная тайна. Путин, как и каждый авторитарный руководитель, он панически боится того, что его убьют. Он не доверяет и своему окружению, ни своим политическим соратникам. В личной охране Путина вообще в целом количество работников ФСО, которые его охраняют непостоянно, уже превысило 2000 человек. А вот как выглядит кортеж Путина. Похоже, здесь он превзошел американского президента. Там Москва перекрывается, когда проезжает Путин. Ничего подобного в Америке, естественно, нет. Кремлевская пропаганда осыпает дифферамбами личный автомобиль Путина, как очередное отечественное чудо, которому аналогов нет. Но, как всегда, врет. Российский аналог гаунетный Путина ВОЗ, как две капли воды, похож на уже существующую модель Роллс-Ройса. Британская модель, а это так называемый российский аналог. Окно фары. Все просто до боли напоминает оригинал. Найдите 10 отличий. Не меньше вопросов к дизайну и начинке нового Аурус Комендант. Внедорожника для высшего руководства Кремля. Внешне этот еще один полностью российский автомобиль почему-то напоминает внедорожник немецкого производителя. Это аудио Q7, оригинал, а теперь никакого мошенничества, ловкость пальцев. Смотрим, а это русский Аурус. То есть, по сути, слизано все полностью. Даже диски похожи, фары. Совершенно все. Машину, как у Путина, Кремль втюхал верному Лукашенко. Хотя вряд ли самопровозглашенный президент Беларуси был счастлив, что придется покинуть свой Майбах. Лукашенко сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Создавать иллюзию того, что этот автомобиль надежен. Им пользуется не только Путин, а будут пользоваться и лидеры других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает отечественный автопром. В его гараже бронированный DS7, являющийся премиум дочерью Ситроена. Президентский автомобиль может стоить 60 тысяч долларов. Это немного. Французы вообще очень следят за тем, на что тратит деньги президент. И потому Макрон точно не станет покупать роскошные автомобили. Хотя в его предыдущих автомобилях журналисты не раз обращали внимание на украшения интерьера, внешние элементы и даже колеса с позолотой. А вот на Туманном Альбионе привыкли демонстрировать величие бывшей империи. В том числе и за счет автопрома. В гараже Королевского двора – люксовые автомобили отечественного производства. Шик и статус здесь проявляются в каждой детали. Вы сейчас сидите на сиденьях, созданных по специальным лекалам. Это самая дорогая кожа в мире. Под вашей рукой самые дорогие сорта дерева. В помощь вашему комфорту есть массаж, вентиляция сидений, подогрев. В машине для британских монархов есть функция, которую вы точно не увидите больше нигде. Это звездное небо. Это уникальная опция. Она существует только в автомобилях Роллс-Ройса. Особенно ощущается этот эффект ночью. И здесь даже есть кометы. Увидеть их – это большая удача. Они иногда появляются, а иногда исчезают. Все как в жизни. И даже если вы покидаете авто, оно не перестает вас удивлять. Покидая такой автомобиль, он продолжает о вас заботиться. Это специальный зонтик Роллс-Ройс. Даже автоматически подсушивается. Такие привилегии королевской семье предоставляют сами британцы, оплачивая их из собственного кармана. И не жалеют, потому что монархия – символ величия. А это авто диктатора Северной Кореи Ким Чин Ына. Роскошный Майбах Пулмангард. Этот автомобиль оборудован современными системами защиты. Ему не страшны ни пули, ни гранаты. Но есть в нем одна, так сказать, грязная тайна. Это личный мобильный туалет для вождя, который находится прямо в салоне. Выражение «обделался за рулем, после такого заиграет новыми красками». А все для того, чтобы даже отходы жизнедеятельности диктатора КНДР не могли похитить иностранные шпионы. Ким Чин Ын, когда он путешествует, он там пользуется своим биотуалетом. Для того, чтобы ни одна разведка, включая дружественные страны – там или Россия, или Китай – не имела информации о состоянии здоровья лидера Северной Кореи. Автомобили президентов давно уже не средство передвижения. Они могут превратиться в крепость на колесах или же в роскошный дворец. Но главное – их эксклюзивность. Таких машин больше ни у кого нет. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю.